виталий приветствую тебя очередной эфир соответственно начинаем неделю совместный анализ технический фундаментально даже больше говорим о фундаментальном фоне с тобой в последнее время ну а как не говорить такие то новости и настолько всего много интересного сейчас на финансовых рынках отсюда и такая волатильность и подвижности финансовых активов друзья стараемся для вас чтобы у вас было больше информации для принятия торговых решений поэтому информация с нас но а вы уже контролируйте риски загрузку депозитов это скажем прописаны истины прежде всего и в том в чем мы должны разбираться потому что мы до вас сиделки не открываем и соответственно не знаем ваши возможности в том числе и то что позволяет вообще депозиты работая с трендами с разными сегментами финансовых рынков и так далее так в двух словах по поводу этой недели два важных события протоколы которые выйдут в среду и но он фарм но он фарм перлс соответственно отчет по состоянии американского рынка труда то что влияет на доллар то что влияет сейчас на решение американского регулятора по процентной ставки и отчет который поможет нам еще раз разобраться в том близка ли американская экономика к рецессии или все-таки есть еще там какой-то вот запас прочности который мог бы позволить представитель американского регулятора говорить о том что а вот у нас рынок труда еще сильный поэтому рецессии не будет ну посмотрим что будет на самом деле демонстрация экрана там в конце июля будут данные будут ну важнее всего это ставка конце июня я понял получает у нас второй квартал первый квартал у нас идет снижение минус 1 из 6 процента да то есть это хуже чем уже третье огончательная цифра была и вот каждый раз пересматривались понижение вот по поводу статистики чтобы далеко не отходить на прошлой неделе были индексы потребительского доверия конференц-борд мичиганского индекса ввп личные расходы и индекс айсм производственного сектора все плохо то есть кому интересно можете прям открыть экономический календарь по этим релизом и посмотрите тенденцию во многих экономических календарях можно историю посмотреть вы увидите что там минимальные значения буквально за несколько лет поэтому ну конечно же сейчас риск того что американская экономика окажется в рецессии он очень высок и если вы порез допускает что рецессия неминуема то зачем нам бы думать какие-то факторы говорить о том что не все так плохо здесь важно другое то что американский регулятор осознавая все эти риски относится к ним сейчас довольно таки распокойно почему потому что это проблема будущего то есть рецессия она может наступить там конце года начале следующего то есть до этого еще много времени а вот там проблема которая уже реализовалась это инфляция ее нужно решать в том моменте поэтому фрс как мы прекрасно знаем повышал ставки будет делать дальше и возможно будет делать это агрессивнее чем другие центральные банки опять же по прогнозам в конце этого месяца ставка будет повышена на 75 боесных пунктов но отчет по инфляции который выйдет уже за июнь буквально перед заседанием фрс он может указать на то что инфляция превысила 86 процента прежнем многолетним максимумом конечно же на этом фоне фрс если повысить ставку не на 75 боесных пунктов а уже на 100 то есть на один процентный пункт и рецессия про которые я всегда говорю если не хотите друзья поделать акцент на доллар исходя из монетарной политики американского регулятора но просто здесь нужно тогда исходить из того что более интересного надежного актива сейчас чем доллар не найти потому что весь спектр финансовых инструментов рынка форекс это все разговор о риске это тоже а как же биткоин ну блин это цифровое золото ну да биткоин принципе я негативно отношусь к именно статусу биткоина как к защитного актива ну я так понимаю ты сырой не сказал тоже сам прекрасно понимает что биткоин опять своей текущей динамикой доказывает то что такой же риск как и он в рынок и на бломберге вот предлагали назвать его четвертым индексом американской фонды помимо nasdaq доу-джонс снт и потому что он такой же аутсайлер и такой же неудачник сейчас и так же как для первых трех индексов скорее всего дно там еще впереди ну вот возвращаясь все-таки к доллару очень часто вот мне в комментариях пишут что японская иена очень скоро возьмет опять же лавры у доллара и будет укрепляться динамик не чем он если смотреть там на динамику в разрезе квартала и тогда я с этим конечно же не спорю возможно когда так произойдет но это случится только после того как банк японии откажется от своей сверх сверх мягкой монетарной политики не может быть такого чтобы японская иена росла динамичнее чем доллар тогда когда банк японии проводит мягкую политику а фрс постоянно повышает проценты ставки я надеюсь то что вы друзья те из вас кто следит за фундаментальным фоном со мной согласятся и прекрасно в принципе это понимаю поэтому пока банк японии не провел интервенцию либо хотя бы не подготовил нас потому что на следующем заседании мы возможно скорректируем экономические стимулы не нужно выдумывать доллар иена остается в бычьем тренде долгосрочном и я думаю что новый максимум еще впереди в отношении индекс доллара почему и в принципе американской валюты я начал с нее потому что доллар сейчас влияет на в частности сейчас у меня график евро доллар открыт текущей футболки 104 28 когда мы с тобой прошлый эфир проводили цены были чуть выше отметки 105 с тех пор конечно же евро очень сильно просил потому что укрепился доллар индекс американской валюты я в отношении евро не сомневаюсь в том что будут дальше новые пока не минимумы причем я рекомендую держать как и раньше пару евро доллар с целью 103 50 и впоследствии ожидать пробоя планки с возможность ухода поближе к паритету а цифры которые мы видели по индексам производственной активности и с целым и отдельных стран валютного блока еще хуже цифры чем в сша тоже можно посмотреть в экономическом календаре инфляция такая же как и в который еще производит огромное количество нефти они на первом месте остаются и какой-то процент потребностей собственных удовлетворяет но значительный точнее процент за счет собственного производства а с в этом плане исключительно регион который импортирует и если цены на нефть на газ ближайшее время не удастся стабилизировать если страны есть не сохранят на приемлемом уровне объема поставок из тех партнеров которые сейчас поставляют газ то конечно же ближе к осени вероятности не просто рецессия какого-то невероятного просто экономического спада она замаячит яснее и не собственно спиртает новыми красками поэтому я в отношении евро пока не сомневаюсь аутсайдер был аутсайдером скорее всего им и останется так нет хотя кстати по поводу пары доллар и иены я рекомендовал сделку так секундочку рекомендовал сделку когда пара была в районе 136 там с копейками типа дождаться поддержку 135 50 там купить со стопом 135 вот эта сделка была закрыта по стоп-лосс но опять же для долгосрочно ориентированных трейдеров а если вы в длинных позиций и ищите точки входа либо вообще задаете себе вопрос покупать или не покупать рекомендую покупать рынок нефти 111 82 собственно как и раньше ставка лон сохраняется сегодня хочется обратить внимание на очень интересный доклад блумберг опять же анализ на основании уровня нефтедобычи в странах объекта в пятности в июне объем нефтедобычи снизился на сто двадцать тысяч баррель в сутки тогда когда они должны были увеличить производство в соответствии с новыми квотами и обязательствами интересен даже не тот факт что объем нефтедобычи снизился а то что это снижение нефтедобычи доказано то что такие страны как саудовская аравия и арабские эмираты реально работает сейчас на пике своих производственных мощностей и вряд ли вот в ближайшее время смогут каким-то чудесным образом поднять планку по производству на какой-то новый максимум и решить проблему по дефицита предложения на глобальных глобальном плане поэтому бренд и wti ранее как смотрелись активы которые могут обновить локальный максимум так и эту сделку сохраняют приоритете цели 115 117 и дальше уже 120 хотя тем кто не привык дергаться предпочитает сидеть так сидеть я уже думаю что можно смотреть на 125 долларов за баррель сейчас в средств массовой информации много уже прогнозов что нефть может не просто достичь 150 долларов за баррель а при определенном развитии событий осенью зимой перевалить за 200 или за 250 но это конечно же но сейчас кажется какие-то невероятные цифры и уровень ну давайте смотреть за тем что будет дальше так евро доллар повторяя шорт рынок нефти остается длинная позиция индекс долларов вклад на вкратце принципе бычий настрой и ожидание закрепления соответственно инструмента выше 105 пунктов и еще хотел пару слов сказать про фунт который можно попробовать шортануть но не сейчас а с уровня 1 22 при этом стоп лосс на уровне 1 2270 это профит на уровне 120 и среди причин почему фунт останется в числе аутсайдеров а это опять же высокая инфляция который выше чем любой другой стране сейчас разве в англии кризис в отношении к северной ирландии потенциальный референдум пусть и не спор в шотландии и вот еще то что сильно на мой взгляд ухочет отношения между непростые отношения без того после брейзита между великобритании с так это то что великобритания планирует ближе к августу все-таки существенно сократить подставки энергетического топлива нефти и газа в страны и с за счет того что в игру вступит именно принцип обеспечения страны ресурсами в период наступления осени и зимы то есть приоритет будет обеспечение потребности внутреннего рынка поэтому газопроводы через бельгию нидерланды могут быть перекрыты я честно говоря не знаю виталий к чему привезет чему придут первые холода при текущем новостном фоне и текущих непростых отношениях и вообще того что сложилось в геополитике мире но думаю что на рынках будет жарко волатильность будет значительней и возможно мы станем свидетелями каких-то просто немыслимых фантастических цифр по энергоресурсам на которых можно будет попробовать заработать так слово тебе ну так скажем европе нужно было рачку мы прежде чем обходиться одним источником ресурс то есть в европе один источник основной источник это россия нужно было как-то ранее об этом думать разбивать на хотя бы три-четыре источника равноценных по объему да если это одного источника случайно перекрыли трубу на ремонт как сейчас происходит то мощность возможно там ну пусть падает 25 а если там это процентов 50 больше там я в цифрах сейчас не уникал мне это не интересно но понимаю что проблемы будут ну в принципе это выгодно и американцам рынок еврозоны это сильно достаточно конкурент поэтому здесь идет большая игра и так в принципе что сказать по рынку я с тобой согласен основным инструментом который назвал в сторону роста долларов что касается валют что касается нефти возможно да какие-то спекуляции будут с ростом по поводу вот этих ограничений но также я рассматриваю вариант если мы пойдем в процессе но практически не вошли уже давно вот эти экономика давно там находится официально так скажем 28 июля если нефти еще вас будут данные за второй квартал то есть не второй квартала 2 подряд квартал если он покажется в минусе ну точнее не минусе а снижения покажет у нас уже официально официально как бы будет 2 квартала подряд снижения ввп то это будут как бы рецессии да официально и вот если рассматривать на глобальную ресессию по экономике, то нефть, потребление будет падать ее, и поэтому я думаю, что глобально нас ожидает снижение цен, вот если с этой точки зрения смотреть. Да, спекулятивно куда-то мы будем летать, туда-сюда, так как сейчас в течение недели могут 10-20 долларов в одну сторону, в другую сторону, достаточно волатильная нефть, и ее нужно уже сомнедать риски, чтобы торговать. Итак, давайте пройдемся по инструментам, что мы в прошлый раз обсуждали, это немецкий индекс DAX, в прошлый раз я называл цены для шарта в районе 13, условно где-то мы здесь торговались, 13 тонн со стоплосом за вот эти локальные максимумы, мы в принципе неплохо отпадали, возможно было заработать, я думаю, что мы и дальше будем падать, поэтому кто там шартил, возможно часть удержу, часть обязательно закрыть, что касается американского индекса, аналогично вижу его снижение дальнейшее, в прошлый раз ставил лимитку в районе 38, 85, если не ошибаюсь, мы до нее не добили, на текущий момент я думаю, что мы будем падать, только вопрос, мы падать будем в текущих или еще вот эти локальные максимумы в районе 38-35, то есть это пятничный максимум будем выносить, возможно, и это будет, что-то сформируется ближе к среде новостях по ФРС, поэтому возможно, скажем, поставить лимит на уровне 38-35, добавить лимитом 38-85 и с общим стоплосом за 39-55. Посмотрим, я думаю, что мы дальше, возможно, будем очень сильно падать, и есть такой вариант, что, ну, это для тех, кто, скажем, ищет какие-то точки ухода там по S&P 500 среднесрочно в лонг, по биткоину, то в принципе не исключаем, что вот это был рост импульс, и сейчас у нас в последние недели идет коррекция, и мы дальше будем сильно расти. Такой вариант тоже возможен, поэтому если кто-то покупает с текущих стоплоса за прошлонедельные минимумы, это, скажем, для понимания, что происходит на рынках, это не исключаю. Ну, по поводу биткоина аналогично, я в прошлый раз говорил, если мы будем пробивать 19-700, вот этот уровень поддержки, то будем дальше падать. Сильного падения не произошло, но мы закрылись по данный уровень, я думаю, что здесь открывается перспектива для дальнейшего падения 17-500 и, возможно, ниже. Если дальше S&P будут тянуть на текущей неделе, то есть у нас HRS, и даже, мне кажется, что там такого ничего не будет нового по HRS, а больше всего вот non-parm, да, они дадут какую-то новую информацию, и, возможно, скорее всего, что на рынках лучше быть очень осторожным, соблюдая риск-менеджмент, даже его уменьшить, если кто-то там планирует сегодня, завтра торговать, больше, ближе к пятнице посмотреть, что там будет, и там уже смотреть, возможно, будет больше накопления на рынках, какой-то боковичок или какие-то выносы, и там уже перед non-parm заходить и, возможно, получить хорошее какое-то движение. Ну, это как вариант. Я знаю, что обычно, когда новости там среда-пятница какие-то сильные, то обычно в течение недели даже там до четверга обычно набирают, накапливают, и там пятница уже идет реализация. Дальше, что можно добавить? Золото пока, я в прошлый раз говорил еще, ну, не в прошлом, а позапозапрошлой, что искать нужно лонги, но здесь очень было коряво, я советую, что лучше быть не в рынках, возможно, обновление минимумов вот этих будет. Оно произошло в пятницу, и было ли это окончательное, пока сложно сказать, очень аккуратно, если кто-то там подбирает золото с текущих со стоплостным там 1795, очень аккуратно, потому что могут еще более глубокую какую-то, мне кажется, делать. Ну, рискованно, и можно уже пробовать находить какие-то точки входа. То есть есть сильный уровень поддержки, мы пытаемся выше него сегодня запрогнуть и так далее. Ну, по поводу фунта я с тобой согласен, вот лимит там, где-то выставил, кроме там 22, 1.22. Есть логический, да, ну, если не произойдет этот вариант, альтернатива по всем броням. Ну, евро-доллар, кстати, да, по фунту я в прошлый раз ставил лимитку, она, в принципе, сработала 1.2150, мы немножко вниз неплохо прокатились, можно было заработать локально, дальше, в принципе, можно использовать твою идею. Дальше что там? Ну, евро-доллар, в принципе, ты сказал, здесь аналогичная картина, что по фунту, возможно, мы еще как-то будем корректироваться, ну, в секущих, возможно, падения по фунту, но, скорее всего, мне кажется, еще делать задер в район, там, 1.05, пробовать там лимитку ставить, с стоплосом, там, около 80 пунктов, и дальше обновлять вот эти минимумы. Что еще интересного? Ну, доллар-франк, что-то не по-моему. Тоже такая картинка сложноватая, доллар-франк, цена у нас 0.9580, возможно, покупочка с общим стоплосом, так, вот эти минимумы, там, 0.9515, да? Посмотрим, произойдет ли вот это продолжение роста доллара против валют, потому что, вот, возможно, уже был какой-то финальный такой вынос, и мы недельку до пятницы будем хорошо корректироваться и так далее. Так, спасибо тебе, Виталий, за рекомендации, за сделки. Следим. Действительно, неделя обещает быть интересной. Сегодня, кстати, в США выходной день, поэтому еще меньше времени саккумулировать силы и как следует дать жар, в общем, действительно, после non-farm peril. И согласен то, что когда на рынке, ну, вот, под конец недели собирается в серьезные объемы и публикуется какая-то статистика, мы неоднократно видели прям очень серьезное движение, вплоть до закрытия прям торговой сессии, и хочется золото отметить. Мне кажется, последний отчет на farm peril, когда золото очень сильно просело, а потом выросло, и просто наблюдался буквально до конца недели, прям до закрытия сессии. Я думаю, что очень жарко будет на этой неделе, но в среду мы с тобой еще раз актуализируем все как раз перед протоколами, подготовим тому, что рекомендуем, как можно закрыть неделю и в каких активах еще можно заработать. Средним смотрим, Виталий, тебе спасибо за твое время, внимание, и тоже тебе тогда классная неделя, и до встречи в среду. Пока. Пока, спасибо, удачи всем.